Монстера Добрый день! Это растение называется Монстера. При выращивании используют универсальный грунт или почву для пальм. Монстера лучше всего растет в теплом помещении с достатком рассеянного солнечного света. Следует защищать цветок от прямых солнечных ручей. Монстеру поливают обильно, так чтобы почва не пересыхала. При этом нельзя допускать застоя воды. К зиме полив сокращают. В зимний период содержат при температуре около 15-20 градусов. Стоит отметить, что Монстера чувствует себя прекрасно и при 30 градусах тепла. Но в этом случае поддерживают высокую влажность воздуха и регулярно проветривают помещение, где содержится цветок. Необходимую влажность обеспечивают путем регулярного опрыскивания растения слегка теплой водой. Обертывание опоры влажным мхом, а также ставят горшки с растением на поддоны с влажной галькой. Опрыскивают не только листья растения, но и воздушные корни. Весной и летом, в период с апреля по август, подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Подкормки осуществляют каждые 2 недели или раз в месяц. Для омоложения растения своевременно удаляют старые листья, а также подрезают верхушки взрослых растений. Каждую весну молодые цветы пересаживают в горшки большего объема. Взрослые растения пересаживают каждые 2-3 года. Однако растения, достигающие высоту большего роста человека, сложно пересаживать. В этом случае производят частичную замену верхнего слоя почвы в горшке. Монстеры требуют надежной опоры, так как способны достигать высоту более 3 метров. На заметку. Незрелые плоды цветка содержат вещества, раздражающие слизистую оболочку и кожу. Монстеру размножают верхушечными или боковыми черенками, а также семенами. Черенки берут весной с марта по начало июня и сажают в субстрат из смеси песка и торфа или в воде. Каждый черенок должен иметь хотя бы одну почку. Верхушечные черенки должны быть с воздушными корнями. После посадки емкости с черенками накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Черенки монстеры укореняют при температуре около 25-30 градусов и при повышенной влажности воздуха. Цветок страдает от паутинного клеща, щитовки и тли. Всего доброго, успехов Вам и до свидания!